добрый день не могу не поделиться своими наблюдениями вот скачал такой замечательный инструмент сейчас некоторые библиотеки к нему от айки и мультимедиа синтроник новый инструмент только появился который представляет из себя набор из цемплированных синтезаторов винтажных легендарных здесь мы видим роланды ну и это нас андромеда это yamaha это тоже yamaha cs80 но их на самом деле около 17 инструментов я вот только некоторые библиотеки скачал потому что полный вес этого этих библиотек около 50 гигабайт но я скачал пока там порядка 20 чтобы посмотреть то что меня интересовало вот и как бы впечатление не не самая позитивная мне от этого вроде бы слушаешь иногда пресеты и кажется как бы ничего но на самом деле самом деле сейчас все узнаете 7 решил сравнить их это как бы референс эмуляция допустим на мой взгляд синтезатора юпитер от артурий да по моему четвертая версия сколько я помню есть еще 5 но мне 4 по звуку больше нравится это отдельная история вот здесь вот ну такой пресет скажем так я нашел это такой лид да где в общем то вот если прислушаться мы слышим как работают аналоговые фильтры до которые артурия тщательно пыталась воссоздать эти вот работу такую куда нестабильная своеобразная этих фильтров то что как бы мы и любим аналоговый такой звук с его такой вот живость ну что-то мы слышим да такое вот и попытался я воссоздать этот звук здесь вот он у нас бит вот все что предлагается из лидов романда юпитера ну допустим биг холлит видите да сэмплы требуют загрузки этот патч весит двести восемьдесят пять висит один с половиной мегабайт так прошу прощения мы по этой это было артурия а вот переключаемся синтроник совсем другой звук сейчас мы попробуем найти что-то похожее приблизиться нет нет Тоже не он. Ну вот, допустим, этот, да? Теперь мы закрываем этот браузер. Видим такой интерфейс, типа Roland. Вот, попробуем нарулить похожий звук. Хотя, сразу оговорюсь, я не саунд-дизайнер, плохо разбираюсь в синтезаторах, ну, так очень базово. Во-первых, мы видим, что здесь эффект наложен. Эффект у нас вот здесь вот находится. Вот, включены, видите, Channel Strip, потом Phaser, потом ансамбль, Delay, Reverb. Reverb нам практически не нужен. Даже выключим его. Все равно он как-то далеко звук, но низа явно больше оригинально. Значит, вот, Low Shelf, да? 4 мы добавим еще. И даже Sub не задобавим. Ну, вот, уже сейчас понятно, что это не тот сэмпл. Поскольку это сэмплированы, то есть там в сэмпле были две волны какие-то там, как-то они раздетюнены, там еще как-то сделано, что мы слышим, вот здесь вот мы слышим в артуре такой стереоэффект, хорус, ну, допустим, мы здесь, если даже попробуем заменить, вот, допустим, поставим хорус, к примеру. Хорошо, попробуем все в самом инструменте, не в эффектах. Так, что здесь можно, можно, LFO, к примеру, стоит у нас на фильтр, чуть-чуть на панораму. Чуть-чуть на панораму. Ну, какие-то, какие-то, какие-то. Идут. kok det наверх. isesti прок короче я пробовал раньше на сбил от пресета показываю на самом деле лучше у меня не получилось потому что реально вот в этих пресетах которые я здесь увидел и все пролистал здесь просто нет базовой формы волны сэмпла с которого можно было бы нарулить что-то вот дальше для эксперимента взял амнисферу и в амнисфере у нас значит библиотеки я нашел где-то после библиотеки выбираем его он юпитер и вот здесь куча всяких волн до которых можно нам начинать патч допустим вот эта волна не показалось так похоже для старта ну вот артуре ну вот вы слышите что сфера все таки все-таки интересней себя ведет вот вспомнила что я сделал вот на этот плюсик здесь я добавил унисон регулировал на слух вот эти параметры и она все зазвучало если вы унисон уберем сейчас так вот так было так стало да ну еще так можно играться с фэм там модуляции как ring шейпер и так далее так далее можно звук вне сфере поменять очень круто вот поэтому по поводу инструмента синтроник гигабайт много удовольствия не очень